3 сентября памятная дата в мировой истории, знаменовавшаяся окончанием Второй мировой войны. Вторая мировая, начавшаяся 1 сентября 1939 года вторжением фашистской Германии в Польшу и закончившаяся в сентябре 1945 года победой над милитаристской Японией, стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки, в водах всех океанов. В этот день в России вспоминают героя Второй мировой и Великой Отечественной войн, отстоявших не только независимость своего отечества, но и многих государств мира. Вторая мировая война унесла жизни более 20 миллионов солдат Красной армии и мирных советских жителей. На начало 1941 года в Нинецком национальном округе проживало 38 650 человек. Уже в первые дни Великой Отечественной войны в военкомат пришли сотни добровольцев, готовые незамедлительно отправиться на фронт войска Красной армии. Нинецкий округ направил на Карельское направление фронта пять оленотранспортных эшелонов, более 7 тысяч ездовых оленей с полным снаряжением и до 600 мобилизованных на фронт оленеводов, охотников, рыбаков, рабочих и служащих. Они стали основой оленелыжных батальонов и оленетранспортных подразделений 31-й лыжной бригады. В ряды рабоче-крестьянской Красной армии во время войны было мобилизовано 9 383 человека. Треть из них не вернулась с полей сражений. С первых дней Великой Отечественной войны экономика округа работала по законам военного времени. Все для фронта, все для победы. Фонд обороны страны округ сдал 8 400 пудов мяса, 2000 пудов рыбы, а трудящиеся округа внесли десятки миллионов рублей на вооружение Красной армии. 3 сентября в Наринмаре прошла акция памяти героев Второй мировой войны. Депутаты собрания депутатов Ниньского автономного округа возложили цветы к обелиску победы и почтили память павших на полях сражений минутой молчания. Наша задача сегодня – защищать историческую память. Стоя здесь, у обелиска победы, у вечного огня, защищаем память о Второй мировой войне, об ее истинных причинах, о ее виновниках, о том, кто ее развязал и, самое главное, что она стоила всему миру. В Нинецком округе проводится исследовательская работа по поиску земляков, принимавших участие в боевых действиях с Японией на Дальнем Востоке. Сотрудникам Нинецкого краеведческого музея удалось установить пока лишь 10 имен участников событий и собрать несколько эксклюзивных предметов. Работа в этом направлении продолжается. Приказ Верховного главнокомандующего от 23 августа за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке. Здесь Безумову Алексею Александровичу такая же благодарность, но видите, они все разного вида, разной формы. Если вчитаться в эти документы, то мы можем узнать, где участвовали в боях эти наши земляки. Но, к сожалению, информация весьма скудна. Несколько фотографий и благодарственных писем, медаль и список имен на простом листе. Пока это вся доступная информация от подвига жителей Нинецкого округа в войне с Японией. 3 сентября все желающие также могли принять участие в диктанте победы. Это международная акция, призванная повысить интерес к историческим событиям. Вопросов 25 в этом году в рамках проведения акции диктант победы. Вопросы очень сложные для большинства жителей не только России, но и других государств, которые сегодня тоже принимают участие в акции. Все зависит от того, конечно, как человек готовился к написанию этого теста. Потому что вопросы в этом году не только выбор правильного варианта ответа, но и написание цифрового ряда, либо определенного названия операции географического места. Тест пройти можно было на трех площадках на Ринмаре. По словам организаторов диктанта победы, в этом году количество участников проекта увеличилось трое по сравнению с предыдущим годом. Победитель федерального уровня получит приглашение на парад победы в следующем году на Красной площади в Москве. Будущим абитуриентам, принявших участие в диктанте, начислят дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.